собор рождества девы марии милан самый известный итальянский собор выполненный в готическом стиле забавно что его настоящее название мало кто знает потому как все туристы называют его никак иначе как просто дому что в переводе с итальянского и означает собор дому в цифрах это место занимает собор в мире по величине 40000 человек его вместительность 135 количество шпилей на крыше 2300 столько скульптур украшают фасад снаружи 1100 столько внутри 45 количество витражных окон 52 количество колонн здания строительство собор началось в 1386 году архиепископом антонио да салуцу а в 1389 году главным инженером был выбран француз николя де бонавентура который добавил зданию французский готический стиль не характерный для италии в общей сложности собор строился несколько веков 1769 году был сооружен шпиль на высоте 106 метров с 4-метровой статуей мадонны из позолоченной бронзы а сразу после этого вышел декрет гласящий о том что святую проковерительницу города не должно заслонять ни одно здание однако есть таки один нарушитель этого декрета небоскреб пирелли ну и на нем была установлена точная копия статуи мадонны так что грешок не засчитан дому известен своей святой реликвии гвоздем которым был распят сам иисус он хранится под куполом собора и демонстрируется прихожанам каждый год 14 сентября маст си каждого туриста обзорная площадка на крыше готического здания туда можно подняться на лифте а можно и самостоятельно пешком в этом случае билет обойдется дешевле но придется преодолеть около 250 ступенек санта-мария-дель-фьоры флоренция другой не менее узнаваемый собор в италии изюминка храма красный купол выполненный по проекту филиппа брунелески облицовка стен представляет собой мраморные панели различных оттенков зеленого и розового цветов с белой каймой конструкция собора задумывалась так чтобы он мог вместить в себя все население города и нести функцию некой крытой площадки собор санта-мария-дель-фьоры является границей которая отделила традиции архитектуры средневековья от основных принципов строительства эпохи возрождения собор строился не один век и повидал не менее шести архитекторов внутри собора находятся необычные часы которые были созданы итальянским живописцем учела в 1443 году и которые идут до сих пор их особенность в том что стрелка идет против привычного направления также как и на часах в ратуши в праге именно в этом соборе были проведены первые публичные чтения божественной комедии данте а в 1441 году леон батисто альберти философ и гуманист проводил соборе конкурс поэзии с целью демонстрации литературного достроенства народного языка собор святого петра рим ватикан собор святого петра представляет собой крупнейшую историческую христианскую церковь в мире а также является одной из четырех великих папских базилик рима и церемониальным центром римской католической церкви первая базилика была сооружена еще по приказу константина первого римского императора между 318 и 322 годами а само строительство шло 80 лет доработка собора продолжалось вплоть до 1626 года а площадь перед зданием была закончена в 1667 году однако мастера и дальше продолжали совершенствовать здание в 1964 году джакомо мансу закончил рельеф и крайнего левого портала собора на вратах смерти находится собор на первом месте в списке семьи паломнических базилик рима броманте рафаэль микеланджело модерна вот некоторые из тех мастеров что приложили руку к созданию данного шедевра 15 тысяч человек вместимость собора внутри 60 тысяч снаружи на площади 23 тысячи квадратных метров площадь территории собора 138 метров высота вместе с куполом и выше этой святыни в риме здание не строится 42 метра диаметр купола не зря местные называют его купол он и что дословно означает куполище считается что в соборе располагается место захоронения апостола петра первого папа римского а когда-то давно ходила также легенда о том что на вершине местного обелиска хранится прах юлия цезаря но в шестнадцатом веке когда обелиск переносили выяснилось что это не так собор святого марка в венеция собор святого марка в венеции представляет собой редкий пример византийской архитектуры западной европы в 1987 году он вошел в число объектов всемирного наследия юнеско здесь находится мощи апостола марка привезенные из александрии а также различные предметы искусства представляющие ценность которые были вывезены из константинополя ходе крестовых походов собор прозвали церковью и золото но не только из-за роскошного оформления но из-за того что на протяжении долгих лет собор считался символом богатства и силы собор прославился на весь мир своим уникальным алтарем из золота а также дорогими пластинами вывезенными из константинополя наполеон же в свое время назвал площадь сан-марка на которой находится собор самой элегантной гостиной европы площадь вполне можно назвать таковой сейчас на мостовой посетители встречают колонны святых марка и теодора это трофеи которые венеция получила за помощь в войне с царем тиром кстати в средневековье две колонны которыми украшена площадь были использованы для повешения преступников по этой причине особо суеверные итальянцы не проходят между этими колоннами отдельного внимания заслуживает компанила собора отдельная башня высотой в 98 метров и 60 сантиметров башня базируется на кирпичной шахте которая много лет назад использовалась в качестве местилища клетки для пыток на колокольной площадке располагается 5 колоколов и смотровая у каждого колокола была своя задача так например самый большой мараньона исполнял роль будильника и будил жителей чтобы те собирались на работу а также звучал во время обеда забор сан лоренцо генуи кафедральный собор генуи начал строиться в 1100 году по слухам местных жителей заложен он был на месте древнеримского храма который был построен на этом месте в пятом шестом веке до нашей эры древнеримский храм свою очередь был построен на месте старинного кладбища археологи не могут подтвердить данный факт со стопроцентной уверенностью однако ими были найдены в этих местах полуразрушенные дохристианские саркофаги храм строился три столетия что прослеживается в его стилях которые менялись с каждым веком здесь есть и ренессанс и и готика и романский стиль колокольня из 7 колоколов возвышается на 60 метров и на сегодняшний день является самой высокой в лигурии соборе святого лоренцо есть музей сокровищница где хранятся серебряные изделия и украшения хранятся в музее святые мощи святого лаврентия иоанна крестителя руки праведной анны иакова заведеева реликварий с волосами пресвятой богородицы самым ценным экспонатом считается чаша которая была привезена гульермо эмбриака из крестовых походов в 1098 году считается что именно из этой чаши пил иисус во время тайной вечери и что эта чаша и есть искомый святой грааль по другой версии из этой чаши на тайной вечере лили воду на руку иисусу а после того как его распяли в чашу была собрана его кровь